что тут только не растет все кроме ягоды вот здесь два гребня вы помните да было застелено все рубероидом зачем-то его убрали мне непонятно и вот тут же полезла трава все это будет прополото все это будет приведено в порядок все ряды будут оба ряда все два это тоже все будут одеты в черный укрывной я постараюсь сохранить эти кусты но вот такая вот такой куст во первых засыпана серединка это раз во вторых два листика третий повял потому что у него нету нету сил здесь цветочная кисть которая уже плодоносит но в таком состоянии нельзя давать плодоносить кусту надо сначала дать возможность нарастить зеленую массу но нет зеленой фабрики но не работает она понимаете два листа это не фабрика это два несчастных рабочих видимо пьяных которые не могут справиться с поставленной задачей поэтому сначала наращиваем куст зеленую массу вырывая все цветоносы это ремонтантная ягода она по-другому жить не может и вы должны это точно знать обычная ягода традиционного как бы до однолетнего плодоношения она может еще как-то она так и не делает она с весны выходит зеленая наращивать зеленую массу и только в июне зацветает а в июле плодоносит поэтому тщательно следите за тем чтобы ремонтантные сорта земляник не плодоносили раньше времени до урожая это двинется на две недели может быть на месяц но он будет большой хороший и совершенно правильный вот она красотка это королева елизавета вторая ну да ну просто суперские ягоды их достаточно много даже на молодой розетке но здесь опять появились муравьи так что гром 2 придется вносить в почву сначала соберем ягоды которые поспели а потом внесем в почву все что положено от муравьев удобрения для начала ее пролью естественно нашатырным спиртом потому что это тоже успокоит муравьев если вдруг вы увидите муравейник и он немножко при горочком лопатой снимите его для начала пролейте мурацидом муравьи нам всем чем угодно а потом вы увидите результат своего труда если вы по горке будете лить или сыпать это никакого результата не даст это точно зрелище печальное но как только я сделаю эти ряды как только я застилю всю середину от всякой ненужной травы я одену чехол и он будет жить здесь до осени но при этом здесь будет тепло комфортно для таких видов ягов ягод как ремонтантные и уберу его только поздней осенью я надеюсь очень что я покажу вам еще раз этот сюжет как я это сделала я очень хочу чтобы у вас все получилось потому что растение на свете много одни нас просто кормят а другие радует нам душу и ягода будет всегда на сибирских участках ну я вообще хочу закончить потому что я надеюсь что вы уже устали от меня до всего доброго вам и до свидания